Поговорим сегодня коротко о главном. Подражание Губерману. Простые четверостишие о простых ситуациях, про которые обычно говорят, дело-то житейское. Начнем с любви. Стихи портвейны треф и масть девичью разжигают страсть. Душа уж взыщет алтаря, ему ж с утра до фонаря. Банальная ситуация, правда ли? Или вот случай из жизни. Мой товарищ отдыхал на Кубе с женой. Странно. А он тот еще ходок, а там соблазн на каждом углу, а жена ревнивая. И чувство везде засады не отпускает ни на шаг. Но, как говорится, свинья грязь везде найдет. Тем более на Кубе. Дело уже к отъезду, жена расслабилась и отпустила его из номера в бар отеля пиво выпить. Но не больше получаса из отеля Нини. Он понимает, что это единственный шанс. Заходит в лифт, а там кубинский женский джаз-бэнд в составе четырех человек в униформе и с инструментами. Ну что? Застрял лифт на полчаса между этажами. Пиво выпить не успел. Вот так рождаются темы. Пускай не мучает тебя мораль эрудимент дремучий, когда любовного огня хватает на квартет и вучий. Или другой товарищ ждал-ждал одну принцессу, а она была выше этого, но он и сорвался с катушек. А вас я больше не грущу и слез печальных не роняю. Инстинктов, отпустив узду, я всех вокруг осеменяю. Или, например, случайное посещение Серебряного Бора. Как хорошо нудистом быть, небрежно головой крутить и изучать зады вокруг, без рук приветствуя подруг. Был у меня еще один приятель, служитель культа, бывший участковый. Свет проповедуя небесный, вздымал он жезл вполне телесный. К смиренью пылко призывая, его он звал ключом от рая. Как-то раз, гуляя в нескучном саду и спускаясь к Москварике, заметил молодого человека, чересчур пристально рассматривающего статую. Ее любил он днем и ночью, от чувств порой изнемогая. Она ж была с ним холодна, с веслом девица-то нагая. Ну и в заключение типичная история, когда люди давно в браке. Огромно семейное ложе, препятствий для ласк не видать, но коль так вольготно лежится, не видит он смысла стоять.